Все, супер, запись есть, все есть. Значит, преддверие, да, прежде чем мы начнем, мы приступим к теме. Напомню, что это традиционная история в моем телеграм-канале, когда мы разбираем образ и стиль эксперта. Ниши абсолютно разные. И эксперты разных направлений, разных возрастов. Вот были уже, наверное, и мужчины были, и женщины, и молодые, и 50+. В общем, у меня были абсолютно разные здесь кейсы. Для чего я делаю разбор эксперта здесь в телеграм-канале с иллюстрацией моих рекомендаций? Для того, чтобы у эксперта абсолютно, опять-таки, в разной нише появлялось первое ощущение и направление для развития своего персонального стиля. И для того, чтобы зрители, которые будут смотреть потом записи, будут присоединяться к нам в эфир, опять-таки, понимали, что у каждого эксперта абсолютно свой индивидуальный стиль. Нет никаких шаблонных решений. И здесь история про то, что с помощью чуган-диопа вы можете облегчить коммуникацию со своими клиентами. Вы можете гораздо легче, проще заходить в аудиторию, оказывать влияние, запоминаться своим потенциальным или уже готовым приобрести, да, у вас какой-то продукт или услугу клиента. Вы можете использовать личный бренд и стиль и свой образ для того, чтобы прокачивать свою медийность, естественно, да, приходить на мероприятия, приходить на телевидение, на радио, в общем, быть абсолютно на разных площадках. И с помощью вот таких вот прямых эфиров, естественно, есть возможность у эксперта, которого я разбираю, да, увидеть конкретные рекомендации. И самое главное, что я люблю снимать эфиры, и я получу от вас свою обратную связь. Даже если вы смотрите эфир в записи, у вас, у зрителей расширяется картинка, что суть может быть абсолютно разным, и он действительно помогает усиливать свой личный бренд. Как будем работать традиционно в эфире? Для начала, да, это небольшое уступление, большая история прямо к тому, кого мы сегодня разбираем и так далее. Далее мы, естественно, переходим к эксперту. И в завершении, как правило, минут 30 слов у меня идет разбор эксперта. Я оставляю минут 10 на то, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у зрителей. Либо, опять-таки, возможно, еще какие-то параллельные вопросы у самого эксперта. Поэтому потихонечку мы с вами в любом случае будем сегодня начинать. Самое главное, Аня, наша сегодняшняя первая пресса соединилась. Она нет, точно, да, как звучит именно в подписи. Поэтому будет у нас какая-то живая обратная связь относительно того, что я рекомендую, насколько это отвлекается, насколько это вообще заходит, да, или это по ощущению совершенно не то, что хочется и так далее. Здесь будет живой такой диалог у нас с героиней. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что, в принципе, эти разговоры, они уже проходят в который раз. У нас здесь, да, я не знаю, будут ли они летом прямо в таком формате сохраняться, потому что летом, на самом деле, очень сложно нам с вами собраться. Отпуск в море, выходные, в общем, недели могут быть абсолютно разные. Поэтому пока эфиры эти есть. Как они будут соединять, происходить, пока мне сложно сказать. Возможно, я буду брать некий брейк, скажем так, на сезонность и вернусь к этому, например, в августе, в сентябре, когда практически все уже будут возвращаться в более-менее рабочие режимы. Поэтому пока мы работаем, я рекомендую, конечно, использовать эту возможность абсолютно всем экспертам. И, знаете, самое интересное, что вчера у меня была встреча живая в медиашколе. Я провожу там занятия уже на регулярной основе с новыми группами. Это эксперты, которые приходят в медиашколу, да, прокачиваясь в своей медицинстве, выступают на телевидении, на радио, вести какие-то свои ютуб-каналы. И, опять-таки, там специалисты разных мишек. И мы каждый раз собираемся в одно и то же. Что у одних экспертов есть четкая, потребность, четкий запрос на то, чтобы прокачать свой стиль и, скажем так, присоединить его в свой личный бренд. И эксперты понимают, как это работает. У других еще остается иллюзия, что, в общем-то, как мы с вами выглядим, неважно. Но я очень рада я об этом сказала, да, и каждый раз я об этом говорю, что это, наверное, самое большое из-за выждений относительно того, что неважно, как мы с вами выглядим. На самом деле, неважно. И это самый обман абсолютно меньший, когда мы пытаемся просто придумать для себя договорки, для того, чтобы не работать со своим имиджем. Потому что имидж, вы знаете, это история, которая формируется вне зависимости от того, занимаемся всеми своими стилями, не занимаемся. Имидж, что складывается, а у вас как количественные детей, как эксперты, в любом сводче. Но я сторонник того, что мы с вами управляли некими вещами относительно себя. И человек понимает, как мы сюда это можем привести. Поэтому еще раз скажу, что безусловно внешний стиль экспертов, в любом случае, он имеет определяющее значение. И, возможно, да, когда начинает уже себя трансфлировать, открывает, говорит какие-то слова, же стихулирует и так далее, подключается его харизма, да, или какие-то такие уже личностные характеристики. Но считываем от другого, что всегда по первому, когда я говорю, что есть знака, безвизуально, настолько нам комфортно, гармонично, нравится, не нравится, приятно и неприятно, насоснованно третье человека, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я думаю, что такое предпринимание было, по-моему, здесь есть знак, значимое изгонящее любое эксперты для себя, потому что все-таки особенно тот, который присутствует у меня, она точно понимает. Поэтому я сейчас буду открывать потихонечку презентацию, по которой мы будем, собственно, разбираться сегодня Анне. И единственное, что я попрошу сделать, Анна, важно сделать, так, мне нужно сделать, сделать, транслируйте с экраном. Сейчас, так, вот у нас есть история здесь, и вот, супер, Так, Аншикова, скажите, Соли, видно, Соли, слышно, Соли, хорошо, слышно. Да, очень рада видеть, очень, честно, мне приятно, что не было такая возможность, это круто, это классно, я прям благодарю вас, я на Творске министерство на вас положила взгляд и думала, что это вот, я не знала, ну, что мне понравилось, она красивая, красная, а как вы стали говорить, я думаю, все прям точно, ну, мне, если честно, больше всего понравилась, причёсана, правда, она очень идёт, мне нравится, мне нравится, что она идёт в такой сети, да, классно, когда человек знает даже что-то о себе, как ему идёт, что ему идёт, что ему по фигуре там и так далее, А раньше-же сравнивать Period. Газахстан Газасмана. Газахстан Я点и и Agora или Аннет? Аннет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Исходя из своей точки B Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот такая вот фраза «сексуальная кошечка», такая прям вот милая кошечка, такая вся прям вот гибкая, пластичная, да, и это на самом деле данность, с которой мы сейчас работаем, но если мы задаем себе серьезный вопрос, заплатит ли, да, этой сексуальной кошечке ту сумму, которую она хочет, как она будет производить впечатления на мужчин, например, да, которые хотят, ну, или условно это предприниматели, да, получить какой-то серьезный ответ, там на свой вопрос. И мы сейчас даже не берем, что это там психолог или татолог. Подождите, я ничего не слышу. Сейчас я еще раз зайду, не подключайтесь. Давайте. Технически бывает у нас тут история. Еще раз попробуйте. Ага, так, мужчины, предприниматели, да, да, да. То есть насколько они будут серьезно вас воспринимать, да, и мы должны об этом с вами всегда помнить. Более того, я вас не случайно спросила, а есть ли кто, да, как ролевая модель, которая вам нравится, отвлекается и на которую вы ориентируетесь. И вы мне прислали блогера, девушку, я ее, кстати, периодически видела, то есть я знаю, про кого вы мне здесь сказали, я специально прикрепила для того, чтобы было понятно, как мы аудитория в записи, да, про кого мы говорим. Так вот, опять же, если мы посмотрим на вас и посмотрим на этого блогера, в общем-то, картинка у нас соединится, будет плюс-минус понятно, когда идет вдохновение. Но снова мы задаем себе вопрос, это про эксперта, который двигается, развивается, повышает чек, меняет, да, свою аудиторию на более серьезную, или это больше как развлечение, хобби мы здесь воспринимаем. И вот вы даже для себя сейчас, да, еще раз можете ответить на этот вопрос, в какую сторону вы двигаетесь. Либо тут... Ну, я поняла, да. Опять-таки, да, мне здесь важно донести, скажем так, экологично и мягко то, что действительно нам с нашей женской вот этой сексуальностью, да, с женским проявлением сложно бывает правильно транслировать себя. Потому что мы очень часто отталкиваемся от стереотипов, от шаблонов, которыми нас окружают, на которые мы все ведемся, да, в те или иные периоды времени. Нам кажется, что если я буду чуть более такой жеманной, сексуальной, чуть более где-то женственной, открытой, да, это сделает меня чуть более яркой, заметной, да, но, к сожалению, это не всегда так, точнее, это ситуационно в разных моментах может проявляться. Вы такой можете быть вне своей профессиональной деятельности. Да, да, я поняла. Я поняла это все, да. В отношениях и так далее и тому подобное. Поэтому то, что есть и сейчас, мы увидели, зафиксировали, поняли, что мы двигаемся в другую немножко сторону. И, собственно, тогда мы начинаем с вами здесь работать уже в другом направлении. Сейчас я переведу следующий слайд, чтобы не было тут все понятно. Сейчас перейдем на следующую картинку. Почему я вас дальше спрашивала про... Ну, точнее, я бы это еще, да, опять-таки, из вопросов, которые были у нас с вами. А, это я отвечала, а я сейчас думала, откуда мой любимый цветок, мой любимый цвет. А я отвечала на это. Я думала, что у меня это очень важно. Я надеюсь, что у меня он подписал. Вот это, вы отвечали, то есть, эти ответы, опять-таки, они зафиксировали в ваших слов. Т.е, я ничего не придумал, он говорит, что вы написали. И почему я, на самом деле, их выделила в отдельных картинках? Для того, чтобы вы увидели, что в вашем магазине Европе уже важны с нами, да? Есть картинка по ходу световую гаммун, григорица и на чем ставить всякому центру. Опять же, для того, чтобы транслировать группы, женственность и экспертность, да? И, наверное, вот та фраза, которую я тоже хочу, чтобы вы себя зафиксировали. Перевести фокус не с себя, точнее себя как женщина, где ты так и так, и просто как красивая девушка. На то, чтобы отдать пользу клиенту, чтобы он понимал, что в первую очередь вы для него помогли, и вы для него тот человек, который не даст ответ на любого вопроса. То есть бакаладист становится... Я не слышу вас там. Я не знаю, что вы мне слышали. Вообще, я могу понять. Будет ли я... Скажу, что вы меня в том? Скажу, что вы, что вы думаете, значит, что вы хотите? Вы можете просто, например, видео там отключать в двух ключах, но в записи, я вам хочу сказать, что всегда могут быть звук в видеописи в весе, так что если что вы потом пересмотрите. То есть мы с вами отталкиваемся от природной датства светового драмы, но, как и всегда в эксперте, все говорят в области, должна быть фишка, должна быть какая-то вкусная деталь. И здесь я, конечно, рекомендую вам выгодить несколько цветов, которые будут лихарить на вас как на эксперте. Белый, это первый из них. Почему белый? Потому что дело у нас фанслирует два первых. Могу энергию обновления. Это творческий статус. Это творческий статус. Это творческий статус. В этом году. И в этом году мы видим лаванду в чернычной системе. Как группу цветов для того, чтобы транслировать вашу вот эту маячную составляющую, да, то есть вот этот вот лучший пустын, погружать немножечко в глухонный вот этот вот некий такой флёр, мой раздобор с самим собой, что ли, для человека через вас, как божевого дневника. И у Макта здесь есть свои дневники, исходя из ваших ответов, его уже сказали, что это ваш любимый цветок, и я вам более того покажу, как вам этот цветок вы можете вообще запишите в бенгарс своего личного бренда и связать это опять-таки с со своим стилем, со своим экспертным образом, и вообще, что у меня несколько, конечно, вариаций. Я здесь опять повторила для вас. И, по сути, опять-таки, как я сказал, когда вы, возможно, наращивали, что вы будете совершать шопер, чтобы вы прям совершали в мире с собой, что они мало на начали. И, по сути, нема, серьезно. Продолжение следует... Видели то, что есть сейчас, Владимир, Норсишка, в другую ипостасию, в другую самопрезентацию? И заменить романтические, женские. И так скажем, Диванску, как он сказал, это где-то плавает. Видели то, что Синдикт был кратировщик на стопском компьютерном, значит, на данном фоне он сталкивает. Что здесь? Во-первых, я делал сферинку, о котором я сказала. Это история про статус, про экспертность, про женственность. Белые предупреждения. Обратите внимание, никакая из них нет. Обтягивание подчеркиваниями фигуры наоборот. Есть подчеркивания фигуры с помощью акцентных реперных точек, а именно обратите внимание на это. Зона декольте, руки открыты, зона талии подчеркивания. И брюки как раз переклимаются, в принципе они не имеют. И вот это вот история про то, что, опять-таки, длинные волосы, и даже у мужчин рост и инстинкутивные, они все связаны с, конечно же, с формальностью, да, вот с этой нашей проявленностью. Но при этом, насколько нам нужно это в рабочем жизни иногда. Да, оно может быть, но часто, да, когда нам нужно чуть-чуть более расструклировать себя, можно даже какой-то небрежный вариант здесь соорудить, и он будет работать уже по-другому. То есть здесь мы сохраняем и женский динамин. И при этом, обратите внимание, опять же, открыты руки. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Открыты ноги. И волосы вот здесь опять же распущены. То есть то, как вы, в общем-то, руки в стенах ходите с распущенными волосами, это тоже здесь останется, но при этом образ, он другой. Вот скажите мне, да, глядя даже вот на эти две картинки, я отдачу на себя слева. Как вам покажется, где вот прям на себя себя? Да, вообще, я забыли планирую, мы говорим о том, что в белом кастине, ну, скажем, да, вы уже в поле, я слышу на то, что все глупы с широкими стенами. Открикаю я всегда вам о том, что я не ношу. Да, я слова совсем не ношу вообще, потому что тут все такие модельные отточены, и поэтому я всегда с этим стараюсь. Да, да, сейчас. Потому что пошире, ну, короче, исходя из этих соображений, убирают там объекты, что он может быть подкинуть. Здесь все просто строго и ригантно. Ну, а... Крупто. Да? Супер. Я очень рада, что вы прикрекаетесь, если вы смотрите в правильных подчеркновенных моментах, что здесь нет никаких активов. Тут все просто. Но приятно быть, свободно себя чувствуете. Вам не нужно даже переживать, что есть где-то что-то куда-то съехало. Все работает. Давайте тогда перейдем к левому как раз костюм. Почему я не об этом не буду здесь? Вообще, зачем я буду сюда поместить силу? Во-первых, это костюм. И если мы говорим про гардеробку эксперта, понятно, что это могут быть брюки, рубашки, платья и так далее. И, да, выражение со структуром. Но когда снег, ну, как некая такая единица рабочая, он прям может быть нашей основной, скажем так. Потому что всегда у него есть. Вы быстро можете одеться. И, да, вам иногда даже занимает чего-то цикла. Как первый такой низ. Вы просто взялись соединением к угловицу. То не будет абсолютно ничего видно тогда, когда вам этого не надо. Но когда вы вышли, условно, с концентрацией, все, вы уже чувствуете себя гораздо клапанно. Вы расстегнули этот джижак. Идете уже в более легком состоянии. И чувствуете себя при этом, опять же, экспертно, но с собой в том числе. И здесь, конечно, этот цвет. Вот этот последний, да, такой главный цвет. Даже женщины с цветом. Вот, у меня даже вот цветочки такого цвета. И у меня вот цвета такого цвета. Оботраю его. Ну, видимо, так сегодня надо нам сказать. Да, 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 да. Всего вас слушайте. Не переживайте. Поэтому здесь, конечно, брючный костюм, он, в принципе, как некая реактивная форма у экспертов имеют место для работы. Опять же, обращу внимание, что здесь есть аксессуары, здесь распущенные волосы, какой-то непрежный, какой-то клуб латки, да. Мы перестанем уже давно, да, для себя выбирать какие-то, ну, как будто специально созданные образы. То есть наша задача, который едет легко, естественно, как будто бы у нас две минуты на это подправить, если они кажутся, что там нужно делать, либо биджал или работа. Поэтому он такой абсолютно профессиональный и тоже самое время как портный. У них звонит рейтиндан, это образ. Там в нем ела биджак, и это не юбка, а такие как кюнлотки, но шо, ой, и создается, как будто это юбка. То есть, опять же, наше шетое сводится к тому же, что вы продерываете сверху женщины и вашему конкретному. Не обязательно мы будем все время ходить только в партиях, и, опять же, максимально женственно подчеркивать себя. Это могут быть даже широкие брюки или, там, кюлоты, как бы я здесь вам показала. Но сочетание есть чем-то более структурно сверху. То есть мы даем структуру, как питательность сверху, и даем свобода к инструктуру. То есть, ну, это про то, что вы сказали, да, что, где-то было то, что это черн, но там, наоборот, была свобода. Поэтому здесь, конечно, белый цвет, плюс высокобудровый мини-свобода, он прекрасно наработает. Дальше, на что я хотела обратить ваше внимание, поскольку вы, девушка, все равно молодая, как ревни. Потому что история, например, с открытыми ключами, надо вообще сключить, даже так, когда я бы сказала, это, конечно, всегда просто сексуальность, про женственность. Но очень важно, из-за какого материала будет выполнен этот ток. Даже если мы берем в воде, например, это должна быть плотная, анародная ткань, без каких-либо гипюра, кружавчиков, каких-то отвлекающих элементов. Потому что тогда что мы с вами получаем? Мы получаем фокус целеверной в артиференную зону. Эксперт, другой человек, другой клиент, он будет вас воспринимать женственно, но при этом он особо и статусно. Что вы можете всегда ему дать какую-то специальную информацию сюда, вы просто будете с ним развлекаться в себе, 2-2 часа в консультации. И при этом обратите внимание, внизу вот первая фотография, где у нас просто открыто, да, сону ДКТ. Там тот, который, ну, захлёстом идёт, да, и там вот эта вот линия, получается, геометричная даже, да, у Братникана. И вот эта вообще геометрия в одежде, в элементах, в тканях, она может всегда для вас тоже не такой прямой точкой. Потому что геометрия всегда скрутурирует, всегда даёт некую логичность, всегда даёт некое такое, ну, более экспертное, что ли, восприятие, чем какие-то были мягкие формы, мягкие материалы и фактуры. Поэтому здесь, как пример, я бы привела бы эти картинки. Безусловно, когда мы говорим про вас, про вашу сферу, я бы, конечно, также делала акцент на платье. Ну, каких? Вот здесь две картинки приспослать от новых розов, да, в цвете, в таком очень нежном, тоже приятном, другое в животе. И обратите внимание, какие есть слои это на это. Первое, это то, что, естественно, мы подчеркиваем нашу фигуру, но здесь, опять же, нет облигания и никто на другом платье. Есть осуществление с тонкими босоножками, да, или это могут быть лодочки, да, то есть то, что вам комфортно, особенно, если мы говорим про какое-то воспитание, про выход, там, где вам надо себя презентовать лучше. Но обратите внимание, на розовом платье есть уже один элемент, который мы дальше будем еще чуть позже распаковывать. Это вот такая вот роза или цветок в области талии, да, если плохо видно, но потом презентацию откроете, все в целом, вы скиньте, посмотрите. Это значит, что мы с вами вот эту вот историю с макрами, которая была выше в слайде, начинаем запаковывать ваше ДНК, ваш визуальный образ, и вообще цветок как некий образ. Я в следующем слайде прямо покажу, как он еще может у вас выражаться, чтобы он мог бы подчеркнул именно вашу индивидуальность и заикарил клиентов на вас как на авторологе, как на эксперте именно через этот образ. Здесь опять же обратите внимание, какая она. Мне очень нравится. У меня, все-таки я хочу теперь и все-таки все-таки и все-таки и все-таки 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 и К сожалению, это та история, которая останавливает очень многих экспертов от экспериментов со своим стилем и от того, чтобы пробовать что-то другое. Потому что вы сейчас говорите о том, что в вашей голове есть уже картинка, как это может на вас выглядеть. Но по факту это 100% может быть не так. И более того, если вы с вами тысячу работали, я бы на вас это наделала, тогда вы увидите, что это действительно по-другому выглядит. Просто здесь важно учесть, какие длины и какие проработки со своими бюджетами. Супер, тогда прокомментирую еще последние вот несколько фотографий, которые здесь есть. Конечно, в вашем образе я однозначно вижу рубашку, как некий такой предмет гардероба, который вы можете легко использовать. Но это не обязательно должна быть белая рубашка, не обязательно голубая, не обязательно какая-то дата, к которой мы с вами привыкли. Это может быть как раз рубашка в розовом свете, это может быть красная рубашка. То есть здесь просто пример, но что важно, чтобы в этой рубашке была плотная ткань, это должен быть плотный хлопок, который держит форму. Тогда она вас будет структурировать и добавлять экспертности. При этом опять же, да, что мы можем сюда добавить. Это может быть юбка и в небом стиле, и в каком-то более классическом там прямом исполнении. То есть прямая юбка. И обратите внимание, какая обувь. То есть обувь в этом случае становится как раз всем вкусным элементом, который в соединении с украшениями начинает добавлять лоска, статусу, которые были сныними, да, там золотая, например, золотые губы с саноможниками, или там в красном свете. То есть такие акценты являются за счет обуви. И еще два образа, которые вам почти никогда не уходят. Но она уже сейчас, как будто бы смотрится чуть-чуть менее интересная, чем Макси. Поэтому да, львки здесь уже чуть-чуть более длинные. Но что делает образ брациозный, несмотря на длину юбки? Во-первых, это белевой стиль, который вы можете использовать всю себя. Да, то есть не вот этот вот романтичный, легкий девочковый, который нас с вами фотографировали до, а более такой статусный, дорогой, библиевой стиль, который дальше отправляет вам женственности и сексуальность. Это классные материалы, это струняющиеся ткани, соединение с чем? Напоминаю, с пенджаком, да, причем-то таким достаточно счетным и структурным. И еще вот один образ, который я специально сюда поместила. Здесь даже две трендовых вещи, которые у вас очень много, что могут быть в гардеробе, и вы можете с ними играться до бесконечности, особенно в этом сезоне. Первое – это юбка баллона, но не короткая, а вот именно в Максе длиннее. Да, вот она как раз на последней фотографии. А далее цветы присутствуют. Там снова поддерживают желаемые идеи, правонаризмом, просто современность. И жилет – это прекрасная атернатива, это жилет-жилет, простой магия, простому топу белому и так далее. Потому что жилет – это история из мужского классического костюма. И жилет, он всегда про собранность, всегда про бизнес, всегда про некую такую классическую историю. И он поддерживает как раз ваше стремление выйти на другой уровень. А этот жилет вместо своего, например, обычного, даже в боку, может стать новым чем-то в вашем бродиоле. По крайней мере, экспериментировать с этим точно можно. Это касается внешней такой целостной канавы, как я видела бы, например, Макс, с точки зрения стиле, как эксперта, как таблока. И сейчас я хочу показать как раз в завершении то, что можно было бы еще добавить. Кстати, я тут приготовила, что это сдаст зрители, сейчас мы к нему вернемся сюда. Но я хочу сначала вот этого вам только сказать. Как транслировать свою индивидуальность через отдельные элементы, через отдельные фишечки. То есть, если мы взяли как тему цветок, бумаг, вот эту вообще цветовую тему, то это на самом деле может быть вот прям популярным, да, мы будем разбирать. И в самом крое тех же рубашек, да, это может быть именно выполнено, например, какой-то отдельный элемент, который вы присоединили к рубашке. Или он, например, с кроем вместе с рубашкой. И опять же, посмотрите, сочетание с теми же джинсами, вы уже будете про себя, транслировать себя. Опять же, смотрите, у бумага определенная есть фактура в репестке, да, вот три дня. И, да, просто с отделенными элементами, которые вы можете даже самостоятельно, да, купить эти петли, брошить цветы, просто пришить их хвост и присоединить на ту же бабашку, на ту же юбку, на ту же пиджак и так далее. Вот, да, просто, у вас здесь как раз есть уже такие примеры, я специально здесь сюда привела. На живет прекрасно, это подошь, он может лечь, и также будет про женственность, про сексуальность. Можно пойти еще более масштабно, например, выбрать тот, да, вкормить цветка и, собственно, заявить о себе таким образом. И еще один прием, который, опять-таки, может быть, для себя как торолог использоваться, это принт, который будет четко повторять карты торола. Это могут быть либо уже найденные материалы с этим плитом, и такие вещи, есть там на любом пьяном, но в моде, в общем, есть такие вещи. Либо вы можете найти ткани, как мы, например, с кем, как мы делаем, находим ткани с этим плитом, и щем какую-то там рубашку, кланять, они вам важны. Это все транслирует, опять же, человек, и транслирует именно вас, так как экспертов. Поэтому здесь, вот, это будет очень дорого, вы можете крутить в очевидную систему, перенести в отделки детали от выдача. Вот это вот. Как вам сейчас вот это вот, насколько отвергается то, что видите? Супер. Ну вот, теперь вы понимаете, да, вам есть смысл смотреть, да, на что операться, и, собственно, какие вещи можно использовать. И вот я, кстати, вижу, что у нас присоединился гость, еще один вид, она нас слушает, Игорь, тогда будет вопрос для тебя и, Аннет, для вас, потому что мы сейчас как раз потренируемся немножко по, как это, потренируем нашу стильную мышцу. Мы просто сидим, слушаем, а попробуем что-нибудь для себя проанализировать. Я приготовила такую картипику, это для зрителей называется. В общем, я хочу, Аннет, сначала спросить вас, а потом я что-то прошу для тебя, потому что мне тоже важно, насколько ты вгодяешься с самого начала. Ты слышишь, да, про кого мы говорим, какие темы здесь у нас возникали. Аннет, вот смотрите, какой из этих трех костюмов точно выигрывается? уже из той точки видения, которое мы только что обсудили, какой бы вы выбрали для себя? Вот сами. Сейчас, давайте, давайте, сфотографируемся. На самом деле, смотрите, здесь может быть и посередине ваш образ, но в большей степени да, 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 Вот если мы говорим про точку B, то максимально близко туда двигается как раз этот. А вот по сути, смотрите, последний справа, да, то есть третий наш вариант. Это может быть опять же в вашем гардеробе, но только здесь идет история про более кэжерную тему, да, то есть вы можете, например, в такой майке, в таком пиджаке быть не на деловых сперечах, а просто на праву гибдетика, но при этом это тоже будет про вас за счет цвета и за счет формы, опять же, да, аксессуаров. Ириш, теперь хочу послушать тебя, какой бы ты выбрала для Аннет этот вариант? Так, сейчас мы зрителей послушаем. Ты? Привет. Все. Привет. Слышишь меня? Да, слышно, слышно. Добрый вечер. Первый розовый из того, что я слышала. Первый розовый как раз идеально подходит. Супер. То есть... Ну, у нас уже прокачивались и зрители. Да, у нас подходит и с запросом как раз совпадает, потому что второй ярко-розовый, мне кажется, он будет все-таки для торолога, ну и вообще для тех людей, которые работают с... неудобно. Неудобно говорить. Я просто выключаюсь. Неудобно говорить. Понятно. Для куришки там кто-то позвонил. Ну, в общем, смотрите, да, Нэт, зрители тоже, даже пока Ирина в единственном числе, я думаю, потом в записи кто будет смотреть, я задам им вопрос, пусть они тоже подумают, да, какой бы вариант подошел. Но однозначно первый вариант, он самый лучший, потому что максимально нас приближает в вашу точку П. Ну что, вот такой у нас получился сегодня разговор. А, Ирина, ты с нами? Да, я могу договорить. Дело в том, что розовый, он слишком яркий, он будет отвлекать от лица, а когда работаешь с человеком там по скайпу или вживую, ну, в профессии фитеролог, психолог и прочее, там, энергопрактик, то важно все-таки лицо, не отвлекать клиента яркими цветами, вот, а третий, ну да, это лучше, как говорится, пойти на более неформальную встречу, хотя цвет тоже хороший. Ну да, здесь я специально выбрала такие, вроде как, похожие вещи, но вот именно тонкий нюанс в том, что один, он действительно выводит в другой статус, второй, он больше из истории сейчас, да, какая я, а третий, он может быть опять же в гардеробе, но уже в другой ситуации. Супер, я рада, что тест у нас случился. Ну что, завершая эфир, я хочу в целом спросить, Анет, что из того, что мы с вами обсудили, вы готовы попробовать в своем гардеробе, пойти, может быть, в магазин, попримерять, посмотреть, как бы это работало? по мере возможностей, я бы хотела вообще все изменить, мне понравилось, прям вот из всех образов, мне понравилось все, кроме вот этого платья внизу, которое мне непонятно, как носить, вот, которое два цвета, что-то желтый, голубой, там, неправильно называть, вот этот, немножко я не понимаю, его тут фасон, что там, как бы не понимаю, а так все мне понравились, ну, все прям очень здорово, я бы все померила и думаю, что мне бы понравилось, ну, как бы класс, я сохраню себе эту картинку, буду смотреть, и вот так по мере жизни надо будет приобретать, потому что у меня действительно таких вещей нету, даже элементарно майки, футболки, у меня такого нет, я такого вообще не ношу. Ну, вот, видите как, теперь у нас есть целое поле для деятельности, и 100% я уверена, что как только вы начнете примерять, что-то экспериментировать, прям появится стойкое ощущение, что еще хочется попробовать, то есть это всегда, в принципе, процесс, да, это такая нарастающая история. Я очень рада, что вы произошли, я уверена, что, ну, условно, да, если мы там работали бы в группе, то вы бы могли это сразу же, да, там, реализовывать, двигаться и так далее, если бы мы работали индивидуально, опять-таки, это было бы тоже все достаточно просто, но даже сейчас, вы возьмете то, что вам действительно откликается, и примените это уже в свою жизнь. Поэтому благодарю вас за смелость, за желание, да, увидеть себя другой. Теперь, конечно, я буду в предвкушении ваших экспериментов, и, возможно, что-то вы мне там личку покидаете, я буду очень рада, я всегда говорю, можете смело делиться, задавать вопросы, абсолютно. Ириш, хочу тебя спросить, как зрителя нашего эфира, что ты для себя ценное взяла, прослушав, да, в общем-то, еще один разбор, у кого их уже было много. Если что-то есть ценное, тоже можешь поделиться, или если есть вопросы, задавай. Аннет, если у вас тоже есть еще какие-то вопросы, спрашивайте, потому что вот еще минут пять, мы с вами как раз сможем спокойно пообщаться, уже вне презентации. Там на платье есть черный пиджак большой, это платье или юбка и... Там платье, там платье комбинация и... А верху оно какое? А там, смотрите, рукава нет, но там есть просто полукруглый вырез, то есть оно такое, не с тонкими брителями как раз, а такое чуть более широкими здесь, такой без рукава просто. Если есть еще какие-то вопросы, давайте, девочки, пять минут еще есть в эфире. Нет, у меня нету. Мне все очень... Только благодарность. Спасибо, что вы меня взяли, что вы меня разобрали. Очень, ну прям, очень много нового. Мне нравится, все интересно, для меня это все новое. Это круто, что меня может разобрать такой эксперт, подарить мне такой подарок. Я прям благодарю вас за все души. Спасибо. Я буду теперь смотреть и думать, ходить, примерять и все остальное. Круто. Спасибо. Благодарю. Так, Ириш, есть у тебя вопросы? Если нет, то я буду завершать, чтобы все были уже свободно, отдыхали. А, давай. Твои вопросы, твои комментарии. Нет, вопросов у меня нет. Я просто подумала, что мне, наверное, тоже нужно что-то побольше для деловых встреч. Потому что мне понравились некоторые образы из подборки. Пожалуйста, пользуйтесь. Не совсем в моей истории, но что-то в этом роде. И я так задумалась, так что думаю, надо будет что-то приобрести. Ну, с твоей помощью. Ну, все-таки, супер. Для этого разбора и делается, чтобы не только тот человек, которого разбирают, что-то для себя взял, но и тот, кто потом смотрит и слушает, тоже вдохновился и что-то новенькое попробовал. Для этого все и делается. Ну что же, благодарю вас, мои дорогие, что были. Благодарю еще раз, Аннет, за смелость, за готовность меняться. Теперь буду ждать ваших внешних изменений дальнейших. И, скорее всего, на следующей неделе мы так и продолжим пока эфир. Ну, в общем, как я сказала, в июне, я не знаю, будут эти разборы или нет. Но ближайшую неделю пока планирую. Так что, если вдруг из зрителей кто-то захочет быть у нас героем, кого еще нет у меня в списках, то пишите в личку, будем планировать эфиры. Желаю всем прекрасного вечера. Спасибо огромное за участие. И тогда будем уже встречаться в следующих эфирах на следующей неделе в четверг в 19 часов. Все. Желаю всем прекрасного вечера. Запись будет обязательно выложу в канал. Спасибо.